И переходим к следующей теме нашего информационного блока. Будем говорить про Давос 2022 и о том, что Украина там в центре внимания. Ну что ж, сегодня завершающий день экономического форума в Давосе, 26 мая. Стартовал он 22 мая. Встреча прошла под девизом «Переломный момент истории. Государственная политика и бизнес-стратегии». Это событие собрало около 2,5 тысяч лидеров и в области политики, бизнеса, гражданского общества, науки, СМИ и искусства для решения глобальных вопросов и поиска решений самых насущных мировых проблем. Одной из главных тем, которые звучали на форуме, был вопрос российской агрессии на территории Украины. И далее продолжим исторический прецедент смелости. Именно так президент Зеленский назвал украинское сопротивление российской агрессии во время своего выступления на форуме в Давосе. Глава государства вновь призвал цивилизованные страны мира к скорейшей реакции на действия Российской Федерации в Украине. Подробности далее услышим. «Именно в этом году слова «поворотный момент» являются не просто риторической фигурой. Сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире править грубая сила. Если будет править, то наши мысли ей неинтересны. И в Давосе мы можем больше не собираться. Для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения тех, кого хочет покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, прямо в это время, когда мы с вами общаемся. Сейчас мы видим, что мир прислушивается и поверил Украине. Но также у мира есть определенные ожидания насчет того, как разрешится эта ситуация. Какие инструменты сработают. Что мы сможем создать нового, чтобы не допускать подобных агрессий. И как остановить грубую силу, которая бросила вызов всему, что мы с вами действительно ценим. Вот что значит поворотный момент. Дамы и господа, не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения России специального оружия, химического, биологического и, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире. А вот самой России в этом году в Давосе не ждали. Более того, на экономическом форуме в Давосе открыли выставку, посвященную жертвам российского вторжения в Украину. Она символически заменила бывший русский дом в Давосе. Цель проекта – изложить ключевые факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить жертвам войны возможность рассказать свои реальные истории. Сообщили организаторы русского дома в Давосе. Его переименовали в этом году на Russia War Crimes House – дом военных преступлений России. Ну и Анатолий Федорук, городской глава Буча, во время открытия Russian War Crimes House в Давосе, рассказал о зверствах российской армии в Украине. Давайте услышим. Российская Федерация... Дойти до больницы, дойти до пункта гуманитарной помощи. Они их расстреливали. Именно по этой причине мы должны говорить при каждой возможности, чтобы остановить, остановить это сегодня и остановить на будущее. Ну и более подробно о том, что происходило в Давосе, какие важные ключевые заявления звучали, давайте посмотрим в следующем сюжете, а потом все это обсудим с Евгением Кравчук, народным депутатом Украины от фракции «Слуга народа», которая тоже там была и тоже там выступала. И это главная тема экономического форума в Давосе, а именно война, которую развязала Россия в Украине и ее последствия для человечества. В частности, голод, инфляция, топливный кризис и бедность. Главная сессия форума началась с обращения президента Украины Владимира Зеленского к мировым лидерам. Зеленский подчеркнул, сейчас мир должен дать максимальный отпор Российской Федерации посредством санкций и экономических. во всех сферах расторгнуть торговые договоры, ввести нефтяное эмбарго, а также заблокировать все банки РФ и отказаться от российского IT, чтобы другие потенциальные агрессоры понимали, что начать войну значит запустить процедуру самоуничтожения. Между тем, в Давосе выступали и те, кто верит, что эту войну можно закончить, лишь усадив Украину и Россию за стол переговоров. Переговоры между Украиной и Россией должны начаться в следующие два месяца, прежде чем случаться катаклизмы и напряжения, которые будет непросто преодолеть. Идеальный вариант, чтобы линией раздела было возвращение к статусу КВО на момент начала войны. Вот только отступать со своей земли украинцам некуда. И любые уступки по территориям станут зелёным светом для будущего захвата других стран. Так что демократический мир не имеет права даже допустить идею, что в 21 веке что-то можно решать военной силой. Мы боремся на своей земле. И подчеркиваю, эта война Украины не против кого-то, а за, за себя, за свою землю и на своей земле, за свою свободу. То, что Украина сейчас отстаивает интересы всего цивилизованного мира, подчеркивают и представители украинской делегации на форуме. Среди них и братья Кличко. С западными партнёрами они обсуждали так называемый новый план Маршала для Украины. Речь о гигантских финансовых вливаниях в экономический сектор государства. По подсчётам Офиса Президента, для восстановления Украины ежемесячно нужно 5 миллиардов долларов. Каждый из вас должен понять, мы защищаем вас лично, мы боремся за ценности. Я надеюсь, что те же ценности, демократические, где главное – это право человека, человеческая жизнь. Мы боремся на самом деле за каждого из вас, и все должны это понимать. Развязанная Кремлём война в Украине может обернуться катастрофическими последствиями для всего мира. Участники форума пытаются решить ещё минимум 4 взаимосвязанных проблемы. У нас высокая инфляция в некоторых странах Европы, в США и во многих других. У нас есть энергетический кризис, у нас есть продовольственная бедность, и у нас есть климатический кризис. Мы не сможем решить проблемы, если сосредоточимся только на одном из кризисов. Но если ни одна из проблем не будет решена, я действительно боюсь, что мы сталкиваемся с глобальной рецессией, которая окажет огромное влияние не только на защиту климата и меры по борьбе с изменением климата, но и на глобальную стабильность в целом. Из-за блокировки российской армией украинских портов миллионы людей оказались на грани голода. Бедные страны, ещё не успевшие оправиться от последствий пандемии, теперь входят в новый кризис. Теперь из-за этого кризиса мы забираем еду у голодных, чтобы отдать голодающим. Как вы думаете, что произойдёт, если вы возьмёте нацию, которая обычно выращивает достаточной еды, чтобы накормить 400 миллионов человек, и отодвинете её на второй план? Как вы думаете, что произойдёт? И к этому ещё добавьте, расходы на топливо, продукты питания, транспортные расходы. Это разрушительно не только для нашей деятельности, но и для глобальной продовольственной безопасности. Тех, кто спровоцировал рост бедности и голода в мире, на форум не приглашали. Иметь дела с российской элитой демократический мир не хочет. Мол, вести бизнес сейчас с компаниями РФ равносильно финансировать войну. А так называемые достижения российской власти за последний год продемонстрировала украинская делегация. Итак, мы здесь, в бывшем русском доме, где Россия всегда представляла себя вдовосией. И на этот раз России здесь нет. А вместо этого у нас есть русский дом военных преступлений в Давосе, где выставка преступлений, которые Россия совершает в Украине, в это самое время. Там, где раньше российская элита проводила вечеринки в Давосе, теперь изображены доказательства зверств российской армии в Украине среди представителей выставки и мэр Бучи. Города, в котором российские военные расстреляли десятки мирных жителей, украинцам завязывали руки и стреляли в затылок. Здесь, в Давосе, цивилизованный мир вновь увидел настоящее лицо русского мира. Мы должны это делать, чтобы весь мир услышал, что творят в Украине русские оккупанты. Считаю, что именно Всемирный экономический форум является той площадкой, где в настоящее время должны звучать Украина и те преступления, которые совершает Российская Федерация в Украине. И эту правду увидят более двух тысяч участников форума, представителей политической и бизнес-элиты этого мира. И с собой повезут в свои страны, чтобы потом не было соблазна ослабить санкции или же пожертвовать Россию часть территории независимого государства. Виктория Ильчук специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Ну и будем эту тему далее продолжать. Китай остается в стороне от конфликта, и Украину это устраивает. Об этом в Давосе рассказал президент Украины Владимир Зеленский на украинском завтраке в Давосе. Цитирую. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику, сказал президент. При этом он выразил сожаление из-за отсутствия поддержки Китая. Хотелось бы иметь преимущество в этих отношениях в сравнении с Российской Федерацией. Движемся далее. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе звучат мнения о необходимости возобновления бизнеса с Россией. В том числе также Украина предлагает создать организацию государств, экспортеров продовольствия, которое послужило бы инструментом противодействия возникновению голода на планете. Об этом сказал президент Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Давайте услышим. Любое реагирование на массовый голод является запоздалым уже по определению. Голод следует останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств, экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация у нас простая. Какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, безусловно, необходимой. Человек, чью фамилию до сих пор хорошо помнят, Джордж Маршалл, сказал еще в 1947 году такие слова. Наша политика направлена не против какой-то страны или доктрины, а против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Ее целью должно быть возрождение в мире экономики, которое работает, чтобы способствовать появлению политических и социальных условий, в которых могут существовать свободные институции. Эти слова актуальны и сегодня. Мои предложения направлены также против голода, бедности, отчаяния и хаоса. И, конечно же, против войны, развязанной Россией и несущей за собой не что иное, как голод, бедность, отчаяние и хаос. Многим в мире, не только нам. Также президент Зеленский предложил создать глобальную структуру, которая сможет в течение суток, 24 часов, предоставить достаточную поддержку любой стране, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или, например, пандемии. Услышим. Мы предлагаем новый формат гарантии безопасности на основе того, через что мы сами прошли, через что мы сейчас проходим. Должно быть то, что обеспечивает прецедент абсолютно своей временной помощи, каждому, кто в ней нуждается, чтобы сохранить мир, чтобы сохранить жизнь, чтобы сохранить социальную устойчивость. То есть все необходимые элементы для нормальной экономики, как, например, есть служба 9.11, так должен быть United 24, который в глобальном масштабе гарантирует безопасность. Ну и Украина защищает все ценности западного мира. На выступлении Владимира Зеленского в Довоссе в нашем марафоне Freedom отреагировала Анна Малер, заместитель министра обороны Украины. Давайте услышим ее мнение на этот счет. Определяющая роль, важная и главная роль президента Украины сейчас в борьбе со страной-агрессором, с Россией, абсолютно очевидна. И не зря Владимир Зеленский сегодня возглавляет мировой рейтинг влиятельных политиков. Это абсолютно так и есть, потому что это не просто война с Российской Федерацией. Мы уже много раз говорили о том, что это война двух цивилизаций. И на сегодня мы фактически защищаем не только Украину, мы сегодня защищаем Европу. И мы защищаем сегодня западный мир и все ценности западного мира. Народные депутаты Украины в полях Всемирного экономического форума в Давосе призвали ужесточить санкции против России. Нардепы заявили, что цель Украины в войне это победа диктатуры российского главы Владимира Путина и возврат Крыма. Украина предложит сопротивляться против российской агрессии. Вместе с тем от цивилизованного мира необходима поддержка. Не идти на уступки в отношении к России и усиление санкций, чтобы Кремль не в состоянии был продолжать войну. На этом делала акцент и украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И рассказала в нашем эфире об этом Евгения Кравчук, которая тоже там выступала. Давайте услышим. Мы не будем идти на какие-то уступки, мы будем воевать и нам нужна помощь в оружии, в деньгах и в санкциях на Россию. Эти же месседжи только что, буквально час назад, озвучил президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что я слышу от западных стран какие-то заявления, что нужно искать компромиссы. Нет, Украина будет бороться до конца, до победы и никакое там давление со стороны друзей Путина в европейских странах не пройдет.